МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионная тонна угля. Предстоящий день шахтера горняки Хакасской отметили трудовой победой. Судьба базы вершины Теи, вернее, двух градообразующих предприятий, решалась сегодня в правительстве Хакасии. Поводом стали слухи о скором закрытии Абаканского и Тейского рудоуправлений. На встрече с руководителем Хакасии Виктором Зиминым приехали руководители компании Евросруда, собственника этих предприятий. Сегодня власть подтвердила свою позицию. В крайней ситуации людей в беде не бросят. Но от партнеров из Евросруды ждут понимания и твердого решения, что предприятия продолжат работу. Глава республики намекнул, ситуация будет вынесена для обсуждения на самый высокий уровень. Он заверил, что Хакасия готова к переговорам. Со своей стороны республика может предложить Евросруде льготы по налогообложению и снижению железнодорожного тарифа на грузовые перевозки. Бизнес тоже готов к переговорам. Мы сейчас рассматриваем все варианты, как спасти руд. Самая главная задача, чтобы люди работали. Наша задача очень простая, с властью. Я думаю, что рабочая группа, которая на сегодняшний момент будет работать, я думаю, что мы найдем компромиссные решения. Вот точно по базе, точно могу сказать, что мы будем искать разные решения, чтобы он у нас работал. По Тео ситуация довольно тяжелая. Честно скажу, по ситуации довольно тяжелая. Рассматриваем разные варианты. Ну, могу сказать, что влоги того, что до продажи бизнеса. Предприятия работают давно. Не мы их с вами делали, не мы их разрабатывали, в всяком случае начинали. Сейчас всего лишь пользуемся этим ресурсом. Я бы хотел тоже, чтобы об этом помнили. Вернуться будет тяжело на эти предприятия. Мы их не бросим, я вам сразу заявляю. Потому что другого шанса трудоустроить людей пока нет. На встрече была создана рабочая группа, в которую вошли представители Евросруды, правительство Хакасии и Министерство промышленности и торговли России. Группа побывает на обоих предприятиях. Будут рассматриваться все варианты. Но цель одна – сохранить производство и в Абазе, и в Вершине Теи. Избирком Хакасии выполнил требования ЦИК России. Сегодня утром было принято решение о заверении списка кандидатов от политической партии Парнас. Напомним, ранее Республиканская комиссия документы от оппозиционной народной свободы не принимала, так как они были оформлены с нарушениями. Оппозиционеры обратились с жалобой в ЦИК, и Центральная комиссия обязала своих республиканских коллег подчиниться. Возможно, и без того немаленький избирательный бюллетень по выборам депутатов Верховных Совет Республики станет еще длиннее. Сегодня избирком Хакасии заверил список кандидатов от Парнаса, тем самым исполнив постановление ЦИК России. Однако решение принималось не единогласно. Дело в том, что все остальные партии, которые соблюли дух и букву закона, представили все необходимые документы, установленные, сроки установленного образца. А партия национальной свободы, партия Парнас, пошла путем жалоб, опротестований и так далее. Надо было сразу подготовить все необходимые документы, как все остальные. Поэтому я проголосовал против. Заверение списков кандидатов не гарантирует Парнасу прямое попадание на выборы. Впереди еще процедура регистрации партии. Для этого до 26 августа в избирком оппозиционерам необходимо предоставить еще один пакет документов, предусмотренный законом о регистрации. 26 числа мы предложили политической партии принести документы, необходимые для регистрации. То есть решение о самой регистрации, либо отказе в регистрации будет принято позже. Если партия Парнас будет зарегистрирована и попадет в бюллетень, конфликт, скорее всего, будет только нарастать. Я думаю, все участники политического процесса в республике, кто участвует в выборах Верховный Совет, поддержат инициативу и все-таки выйдут общим фронтом в суд для отмены данного решения. С позицией местных политиков согласны некоторые московские коллеги из Центра избиркома. Регистрация новой партии за неделю до выборов может иметь серьезные последствия. Избирательные бюллетени фактически напечатаны. То есть уже начнется досрочность голосования. Этих партий в бюллетене не будет. А вы знаете, партия Парнас очень любит судиться против России в Страсбурге. Это может вообще привести к отмене выборов. И вот зарегистрируя их сейчас, потребует новую жеребьевку, потребует дополнительное время в эфире. Будет Парнас зарегистрирован или нет, решение примут на следующей неделе. Тогда же решится судьба партии садоводов России. Буквально час назад избирком Хакасии также заверил список кандидатов этой партии. В это воскресенье страна отметит День шахтеров. В Хакасии на данный момент работает одна шахта, Хакасская, в Черногорске. Она подает уголю уже 57 лет. И сегодня шахтеры подняли юбилейную миллионную тонну угля. Еще одну страницу в истории предприятия в свой профессиональный праздник сегодня вписали работники шахты Хакасская. Утром они выдали на гора миллионную с начала года тонну угля. С очередным миллионом добытым с нашего месторождения шахты Хакасская. Со всеми нашими трудностями и бригада настроена была, чтобы не ограничиваться этим. И поэтому выдали и всей бригаде благодарность, и под руководством наших руководителей. Мы всегда так настроены. Работать и выдавать чем больше, тем лучше. В начале прошлого века предприниматель Вера Баландина дала старт промышленной угледобычи на Черногорском каменно-угольном месторождении. Рядом с первыми шахтами возник поселок Черногорские копии, ныне Черногорск. История шахты Хакасская насчитывает уже более полувека. Самые весомые успехи достигнуты в последние годы. Благодаря инвестициям в СУЭК, новому оборудованию и высокой квалификации шахтеров. Руководство предприятия считает, что главная победа у шахтеров еще впереди. Залог тому инвестиционная программа шахты и большие запасы угля. Здесь идет работа именно по улучшению модернизации оборудования, технологии отработки в конце 2014 года. Нам необходимо отработать еще две лавы номер 58-56. За счет этого, как говорится, произойдет увеличение скорости именно добычи. Гидрологическая обстановка на территории Хакассии спокойная. Населенным пунктам угрозы нет. За минувшие сутки уровень воды в Енисее повысился на 5 сантиметров, а в районе Майнской ГЭС упал на 9. Сбросы воды на Саяно-Шушинской ГЭС, связанные с высоким наполнением водохранилища, опасности не представляют. Уровень Абакана постепенно снижается. В районе Абазы вода упала на 8 сантиметров. Тем не менее, контроль обстановки продолжается в круглосуточном режиме.